Доброе утро! В эфире программа «Будьте здоровы». Меня зовут Елена Бондаренко. Каждую субботу мы с вами обсуждаем новости медицины, говорим о лечении и профилактике различных заболеваний. А в финале вас ждет медицинский гороскоп. И вот что еще мы покажем сегодня в программе. Ирис закрывается. С октября запись к врачу через этот сайт будет невозможна. Зрение падает. Из-за увлечения гаджетами школьники все чаще становятся близорукими. Гиперактивный ребенок. Оказывается, научить его усидчивости могут врачи-остеопаты. Информация о вреде хлеба, хлебобулочных изделий постепенно входит в общественное сознание. Насколько это соответствует действительности? Существует ли полезный хлеб? И какую муку выбрать для домашней выпечки? Об этом поговорим через несколько минут в студии с Мариной Старожок, врачом-диетологом. И попробуем вместе приготовить полезные блинчики. А сейчас краткий обзор новостей медицины. С 1 октября записаться на прием к врачу в интернете можно будет только через сайт Госуслуг. Ирис 72, с помощью которого это делают сейчас, приостановит свою работу. А тюменцы на Госуслугах смогут получить до 300 других предложений сервиса. Например, встать в очередь в детский сад. Для этого нужно зарегистрироваться на портале. Кроме того, раньше через Ирис можно было только записаться к врачу. А сайт Госуслуг предоставит доступ к электронной медицинской карте истории болезни результатом анализов. В областном госпитале ветеранов появился аппарат ультразвукового исследования. Раньше пациентам приходилось ездить в другие больницы, а потом приносить результаты своему врачу. Теперь все можно сделать в одном месте. Первый пациент – 93-летний, фронтовик, остался доволен. В следующий раз пройти процедуру можно будет, не приезжая в больницу. Аппарат многофункциональный и мобильный. При необходимости можно обследовать пациентов на дому. Оборудование поставлено за счет областного бюджета. Высшими проходят медосмотры школьников. Врачи отмечают, из года в год у ребят наблюдается снижение остроты зрения. Если в 2015-м подобные проблемы встречались у 9% обследованных учеников, то в этом уже у 13. Одна из причин – дети много времени проводят с компьютерами и гаджетами. Без вреда здоровью ребенок, например, 5-7 лет, может проводить у экрана 10 минут. Младший школьник – 15, а целый час может себе позволить только совершеннолетний. Поэтому в ишимских школах проводят занятия для улучшения зрения и больше занимаются физкультурой. Акваэробика позволяет тренироваться довольно интенсивно, сочетая в себе полезные свойства кардио и силовых упражнений. Она подходит людям всех возрастов и уровня подготовки, но особенно полезна для будущих мам и пожилых людей. Нагрузка на суставы в воде щадящая, риск их травмировать сведен к нулю, а это очень важно. Принято думать, что спорт требует жертв. Для достижения фитнес-целей приходится жестко контролировать себя, подвергать организм постоянным испытаниям, наращивать нагрузки и увеличивать темп. Но на самом деле результат дается легче при правильной мотивации. А если выбрать из множества активностей, подходящую по силам и темпераменту, вы точно расширите пределы ваших физических возможностей. Те, кто не может позволить себе интенсивные тренировки, могут заняться скандинавской ходьбой, йогой и акваэробикой. Там приходят восстанавливаться после аварии, приходят восстанавливаться после определенных операций, на позвоночник, если есть у кого заболевание варикозное, варикозное решение вен. Группа здоровья – это у нас люди пенсионного возраста. Мы задействуем в основном все группы мышц, чтобы работали абсолютно все суставы, позвоночник, грудной отдел, то есть личный отдел. Многие воспринимают беременность как тяжелую болезнь и прописывают себе постельный режим. Минимум движений, прогулок, режим дня забыт, пищевые привычки изменяются. Но чтобы подготовить организм к родам, просто необходимо поддерживать в тонусе грудь, руки и ноги, заниматься гимнастикой, особенно со второго триместра. Правильно подобранные упражнения улучшат кровоток и расслабят позвоночник. Это только мягкий фитнес. Это пилатес, йога. А еще мы занимаемся с мячами, такими, как называется, как фитбол. Это вот резиновые мячи, они балансируют. Это упражнения на тазобедренный сустав. Движения все плавные. Все на дыхании для поддержания физического здоровья мамочки. Упражнения на пресс, резкие движения, махи ногами и прыжки исключены. Стоит хорошо разминаться, пить больше воды и прислушиваться к своим ощущениям. В любом случае необходимо проконсультироваться перед тренировками с врачом. Плавание, растяжка, йога, занятия на велотренажере и прогулки на свежем воздухе, щадящие виды активности, доступные всем. Никогда не поздно начать заниматься своим здоровьем. Главное – делать это с удовольствием. Дарья Чернышева, Павел Михайловский, Тюменское время. С древних времен хлеб был неотъемлемой добавкой к любой пище. В настоящее время многие люди отказываются от этого продукта по разным причинам. Так есть ли польза в хлебе? Какие изделия из зерна и муки можно считать полезными и как правильно их выбрать? Об этом будем говорить сегодня в течение программы. Марина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Марина Анатольевна, ну стоит ли вообще отказываться от хлеба? Я думаю, что нет. Почему? Ну, потому что многие думают, что хлеб – это именно тот продукт, из-за которого они толстеют. Да? И поэтому исключают его из своего рациона. А на самом деле? А на самом деле люди вообще полнеют из-за избытка жиров. А хлеб на самом деле очень полезный продукт, потому что в нем содержатся сложные углеводы. И он нам необходим, потому что содержит практически всю таблицу Менделеева. Все витамины и необходимые микроэлементы. Марина Анатольевна, я предлагаю прямо сейчас пройти на нашу кухню, подробнее поговорить о хлебе и приготовить блинчики. С удовольствием. Итак, Марина Анатольевна, давайте сначала поговорим немножечко все-таки о хлебе. Вот у нас здесь разные есть сорта. Это, как вы видите, черный без дрожжевой хлеб. Это традиционный белый. Вот, кстати, давайте с него начнем. Можно ли как-то вот… Вообще традиционный белый хлеб, конечно, можно употреблять, да, но он является не самым полезным. Сразу будем говорить об этом. То есть он приготовлен из муки высшего сорта, полностью рафинированный. Вот она у нас здесь такая муха белая. Полностью рафинированный продукт, то есть очищенный от оболочки, измельченный, то есть, ну, то есть, грубо говоря, пользы в нем мало. Но, вы понимаете, этот хлеб тоже необходимо производить. Во-первых, он обладает прекрасными все-таки вкусовыми качествами. Он очень вкусный. Как праздничный. Белая, да, выпечка. То есть раньше же, как считалось, что крестьяне едят черный хлеб, а значит, все… Остальные белые, да. Остальные, да, там, купцы богатые осыслой едят белый хлеб. Белый хлеб полезен тем, что он обладает хорошими вкусовыми качествами, это раз. Второе – это то, что он легко все-таки переваривается. Поэтому людям, у которых есть заболевания в стадии обострения пищеварительного тракта, да, язвенная болезнь желудка, отсутствие зубов, да, проблемы какие-то, все-таки лучше употреблять белый хлеб, чем черный, потому что черный хлеб, он труднее переваривается, и, во-вторых, он повышает уровень кислотности. Поэтому при обострении гастритов и язв его нельзя кушать черный хлеб. Понятно, тем более вот с добавками, я смотрю, с такими, да. Марина Анатольевна, мы обещали приготовить блинчики. Я вас попрошу помочь мне. Вот здесь вот у нас есть яйца. Давайте мы… Два яйца, наверное, я думаю, нам будет достаточно. Хорошо. Вечную такую смесь. Здесь, кстати, про яйца, а я пока займусь вот кефиром, будем готовить на кефире сегодня мы блинчики. Про яйца расскажите нам, пожалуйста. Ну, кроме того, что они должны быть обязательно вымыты, это понятно, все-таки вот они с добавками различными, так же бывают у нас. Да, вот сейчас есть яйца реагированные, да, и я считаю, что это вполне обоснованно, так же, как и обогащенный хлеб есть, например, йодами, другими микроэлементами, да. То есть это очень хорошо, потому что все-таки все мы, живя в Тюменской области, испытываем йододефицит. Да, и покупая ядированную соль, ядированный продукт, ядированный хлеб или там молоко даже, да, молочные продукты есть обогащенные, тем самым мы себя защищаем от заболеваний щитовидной железы. А то, что вот они большие, маленькие, там, первый сорт, второй сорт. Ну, это сорт, да, там, то есть сорт яиц и цена, соответственно, зависит от этого, то есть... Ну, вот... Большого значения не имеет. Большого значения не имеет. Понятно. Но зато большое значение имеет мука, вот из которой мы сегодня готовим. Я хочу обратить внимание, ваши друзья, вот что у нас здесь вот три сорта муки, и мы не просто из белой сегодня муки готовим наше олазье, а из смеси ржаной муки. Это вот она такая вот, я думала, она, кстати, темнее, она вот такая вот, да, почти белая. Да, и гречишная, вот гречишная, это вот такая вот кремовая. Вот чем они хороши, кстати, расскажите, пока я вот тут справляюсь. Ну, вот, то есть гречишная мука, она обладает специфическим вкусом, то есть, ну, по сути своей, как и, так скажем, придает особый вкус, да, изделия. Она и цветом кремовая, и цветом кремовая. Ржаная мука полезна тем, что все-таки там больше микроэлементов. Да. Да, и витаминов группы В, магния, селена, там, других редких микроэлементов. Также есть еще и овсяная мука, да, то есть есть кукурузная мука. То есть это все можно использовать, чтобы разнообразить свой рацион. Потому что все-таки по составу они отличаются. Отличаются, понятно. Ну, Коля, у нас все-таки оладочки сегодня или блинчики, как вы хотите их можно называть, немножко сахара. Конечно. Вот мы взяли коричневый сахар. Вот опять же, есть разница или нет. Ну, это никакого, я вам сразу говорю. То есть зачастую думают люди, что это продается тростниковый сахар, да, но зачастую это все-таки... Просто колорированный. Просто колорированный, да. Сколько мы положим вот на, где-то, наверное, стакан кефира? Ну, давайте, я думаю, половину, наверное, ложки недостаточно. Или можно побольше, а то невкусно будет. Вообще, друзья, у нас сегодня все можно. Давайте тогда вот так. Хорошо. Соли. Да, тоже чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да? Конечно. Соли тоже совсем чуть-чуть. Я тоже вот в яичную смесь вашу положу пока. Многие пекут бездрожжевой теперь хлеб, да? И часто спрашивают, вот чем он полезен или не полезен. Ну, полезен он прежде всего тем, что мало полостей, которые есть в хлебе, которые с дрожжами. Поэтому он будет легче перевариваться и меньше вызывать газообразование. То есть проблемы какие-то такие, да? Понятно, понятно. Меньше влияет на микрофлору, считается. Что дрожжевой хлеб за счет того, что там есть дрожжи, все-таки негативно влияет на состав микрофлоры кишечника. Марина Анатольевна, я думаю, что можно же, наверное, да? Да, конечно. Положите. Так, вот мы вводим сюда нашу яичную смесь. Так, соды. Насчет соды и разрыхлителя тоже хотела спросить. Ну, все-таки, понимаете, соду и разрыхлитель мы все-таки ложим для того, чтобы пышность придать продукту, да? Можно немножечко, да? Можно немножко, ничего страшного такого. Совсем немножечко. Да, совсем немножечко. Тем более мы делаем на кефире все-таки. Кефир это, ну, кислая такая среда. Да, я думаю, что беды не будет. Да, даже гасить ее не надо. Да, вот эту вот соду. Также получается, что калорийность нашего блюда будет зависеть и от количества жира в кефире, который вы взяли. То есть есть совсем обезжиренный кефир, то есть есть 3,2. То есть это тоже будет влиять на калорийность. Одно процентный кефир у нас. Ну, нормально, да. Ну, собственно говоря, тесто наше практически готово. Я добавлю еще чуть-чуть масла сюда, чтобы они у нас лучше отставали просто от сковороды. То есть многие жарят на специальных сковородках, в которых есть антипригарное покрытие. И без масла практически. И без масла практически. Ну, вот, в общем-то, я думаю, что тесто наше готово. Среднестатистический россиянин съедает в год до 120 килограммов хлеба и, согласно некоторым данным, он получает из этого продукта от половины до четверти нормы суточной калорийности. А вот какой сорт полезнее, мы продолжим обсуждать через несколько минут. Оставайтесь с нами. Если вы любите заниматься выпечкой, специалисты советуют придерживаться двух принципов. Во-первых, используйте не только пшеничную муку, а старайтесь экспериментировать, добавляя к ней другие виды – ржаную, гречневую, ячменную, овсяную. Во-вторых, не отказывайтесь от продукта более грубого помола. Все это может открыть вам новые вкусы и сделать выпечку более полезной. Мы продолжаем. Итак, я напомню, у нас тесто готово. Тесто у нас как раз в смеси ржаной муки и гречишной муки, на кефире на 1%, немножко сахара тростникового мы добавили. Ну, это, как сказала Марина Анатольевна, дань моде, скорее всего, да? Это точно. Вот, немножко соли, и я думаю, что можем мы попробовать уже выпекать. Посмотрим, что получится. Такие вот у нас тесто такое негустое. Скорее, действительно, у нас блинчики получаются. Марина Анатольевна, диетологи балуют себя выпечкой? Ну, я думаю, что можно себя баловать вообще. Если сильно чего-то хочется, то это можно. Организм просит, да? Да. Но он не должен просить сильно часто. Угу, подобных вещей. Тогда его надо воспитывать, получается, да? Поэтому раз в неделю, я думаю, что вполне можно. Вы мне нравитесь, Марина Анатольевна. Это хороший стейл. Я вообще считаю, что раз в неделю можно нарушать диету. Раз в неделю, да? И раз в неделю устраивать разгрузочный день. Тогда все будет нормально. Должны быть на неделе разгрузочные дни и должны быть загрузочные, получается. Да, точно. Ну, почему бы нет, если пришли гости к какой-то праздник или просто вот хочется себя порадовать. Угу. Сегодня вот мы радуем себя такими вот вещами. Да. В общем-то, довольно полезные получаются, да, у нас блинчики? Все-таки это не высший сорт мука. Ну, да. То есть мы можем себя успокаивать этим муком. Этим всем, да? Ну, сколько можно вот таких блинчиков съесть? Я думаю, что вот как раз 4 штучки. И стаканчик кофе утром вполне нормальным будет. Угу. Вот у нас еще здесь есть хлебцы. Да. Тоже многие себя успокаивают тем, что вроде бы, ну, это не хлеб, это такой диетический продукт. Да. Из цельного зерна, как написано. Вот какие из этих можно предпочесть? Они все разные. То есть, да, они действительно есть абсолютно разные. Вот такие вот хлебцы сделаны действительно из цельной крупы, да? Они воздушные, очень такие вкусные. Их любят и дети, и взрослые. Ну, вот единственное, что, ну, это если есть заболевание, вот я говорила, как обострение гастрита, то такие хлебцы лучше не употреблять. Многие себя тешут тем, что если они отказываются вот от такого хлеба и переходят на хлебцы, то они будут худеть. Ну, это заблуждение, потому что, в принципе, калорийность такого кусочка хлеба и этого хлебца, в принципе, одинаковая. Вот. Ну, вот это, кстати, из гречки. Да. Из гречки. Я вот такие вот очень хлебцы люблю. Ну, а покажите нам, какие вот именно. Вот такие вот. Да. То есть ржаные хлебцы, они есть вот такой толщины, есть очень тонкие, то есть тоже очень тонкие. А чем они хороши? То есть, во-первых, они сделаны из ржаной муки, то есть здесь очень большое содержание отрубей. Вообще, мы не сказали про то, что бывают разные добавки, да, в хлебе. Одна из самых полезных добавок в хлебе, которую придумали вообще люди, это все-таки отруби. То есть никакие не семечки, как многие думают, или кунжут. Семечки жирные достаточно продукты. Да, но тем самым обогащается хлеб все-таки витамином Е, который есть семечка в кунжуте, да, но и калорийность повышается. А вот отруби – это тот продукт, который как раз делается из оболочки зерна и содержит очень большое количество витаминов группы В. Мария Анатольевна, вот на этих хлебцах, вот я помню, было написано, не содержит глютена. Да. Тоже такое модное слово сейчас. Что такое глютен, расскажите нам. Глютен – это клейковина. Почему не должно содержаться? Почему мы из гречишной муки не можем с вами ничего выпечь? Потому что там нет клейковины. Эта клейковина, она содержится именно вот в пшенице, ржи, да, а вот в кукурузе, в гречке и в рисе этой клейковины нет. Поэтому эти продукты будут без глютена. Получается, это рекламный ход такой? По большому счету. Почему? Если они гречневые, то без глютена. Вы понимаете, у нас просто не делаются эти анализы на непереносимость глютена. А за границей они очень сильно распространены. То есть человек может узнать, есть ли у него относительная или абсолютная недостаточность глютена, непереносимость вот этого вот белка. Потому что на фоне этого иногда бывают вот именно необъяснимые какие-то вздутия живота, жалобы, метеоризм, там, чередование жидкого, ну, не к столу будет сказано, там, жидкого или наоборот, там, запоров каких-то. И человек не может найти причину. Оказывается, все дело в непереносимости глютена. Понятно. То есть то, что его нет, это хорошо. Это хорошо. Ну, конечно, там масло. Ну, для тех, кто этим страдает. А если человек абсолютно здоров, и у него все в порядке с глютеном, так ему все равно есть он там или нет, в принципе. Но вреда не будет. Нет, вреда не будет. Хорошо. Хорошо. Еще вот смотрите, Марина Анатольевна, я вот приготовила вчера вот такие вот печенья здесь. Они, может быть, не очень, конечно, презентабельные на вид, но я вас попрошу попробовать. Попробуйте, пожалуйста, что скажете. Я потом расскажу, из чего они. Очень вкусные, Лена. Правда вкусные. Мне тоже очень понравились. Так, это ржаной хлеб. Вернее, ржаная мука. Сахара там нет, там есть мед. Готовится буквально 10 минут. Две ложки молока еще я добавила туда. Ну, в общем, очень простые, и мне показалось, что очень такие неплохие. Вот оладушки у нас готовы. Сейчас еще последняя партия, я думаю, тоже подойдет. Ну, какие оладушки, в общем-то, без сметаны? Что вы скажете? Счет этого продукта. Нет, я не против. То есть сметана тоже бывает разный процент жирности, да? 15. Кто-то любит оладушки с медом. Дети обожают шоколадной пастой. Взрослые, например, любят оладьи, например, со сметаной. Попробуйте, пожалуйста, что у нас получилось. Все на самом деле, конечно, будет у нас зависеть от вкуса, да. И от здоровья, в конце концов, да. Ну что ж, вот оладушки наши готовы. Вот такие вот они у нас получились. Попробуем? Давайте. Давайте по одной штучке. Только, наверное, очень горячая. Очень горячая. Ну, не страшно. Не страшно. Не обожгемся. Я думаю, остальные будут лучше. Вполне очень вкусные. Еще раз напомню, гречишная мука у нас и ржаная. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо, Лена. Здоровья и стройности хочется пожелать всем вам и вашим. И вашим телезрителям. Спасибо. Роды и стресс не только для мамы. Для малыша это тоже серьезное испытание. Начиная с 7-8 месяца беременности, череп младенца испытывает давление и напряжение. Во время прохождения по родовым путям эти деформации, как правило, многократно усиливаются. И впоследствии могут привести к различным расстройствам и нарушениям. Чем раньше вы покажете ребенка остеопату, тем быстрее и эффективнее пройдет коррекция. Любимыми делами четырехлетняя Дана может быть увлечена часами. А раньше такой усидчивостью малышки родители похвастаться не могли. Поэтому чуть больше года назад обратились за помощью к специалистам в центр остео. Ребенок был где-то с трех лет примерно. Я заметила, что плохо усидчив, не может долго, допустим, чем-то одним заниматься, гиперактивный. Решили обратиться к специалисту и обратились в этот центр. И поработали в течение года около трех раз. Работать с детьми гораздо сложнее, признается остеопат Ольга Белявская. Быть просто врачом недостаточно. Нужно суметь стать для ребенка другом. Что ты еще знаешь о мышках? Где они шепут? В норке. Где в норке? Не нравится, что ходить, как в массаж. Результатом очень довольны. И можно обращаться с разными проблемами. Не только с этой. Но, конечно, советую всем все, что можно исправить с помощью остеопатии, пробовать. Чаще всего родители жалуются на гиперактивность и нарушение речи у ребенка. Причиной может стать родовая травма черепа, которая впоследствии приводит к искривлению позвоночника. Можно поставить пальчики также на углы лопаточек, наверх и вниз. То есть у детей они, как правило, хорошо видны. И также посмотреть уровень. Если есть тенденция к снижению, это будет визуально видно. Если на эту проблему не обращать внимания, то постепенно, по мере взросления, к этой проблеме добавляются другие проблемы. В школе, в первом классе, как раз-таки, чаще всего учителя начинают родителям говорить, что обратите внимание, ребенок меня не слышит, ребенок не слушает ничего. То есть проблема довольно распространенная. И в последнее время неврологи детские начинают рекомендовать остеопатическую коррекцию, потому что видят хороший эффект положительный. Если глаза отражают душу человека, то позвоночник – это зеркало здоровья, говорят гостио. Главная награда для специалистов центра – положительные отзывы довольных пациентов. Приходя сюда, не чувствуешь себя, как обычно в больнице, чувствуешь какое-то напряжение. Здесь очень легко приходишь, как домой, тебя достаточно хорошо принимают. Сами врачи очень приветливые и хорошие специалисты. Я в восторге от обслуживания и от самого центра. В центре остео работает 20 мануальных терапевтов, готовых предложить различные методики. Но основной их инструмент – это чуткие руки. Едва заметные движения, как показывает практика, дают невероятный эффект. Гульнара Успанова, Дмитрий Бурматов, Тюменское время. Забота о здоровье в любом возрасте требует пристального внимания. Поможет в этом наша рубрика «Медицинский гороскоп». Представляем вам прогноз на неделю. Овин, особенно хорошо себя будут чувствовать те, кто достаточно времени и сил уделял самочувствию. Телец, пришло время заняться желудком. Возможно, следует обратиться к врачу. Близнецы, сейчас не время испытывать на себе новую косметику. Возможно, аллергия. Рак, вы на пике активности. Но неплохо бы помнить о возможных последствиях и чрезмерно не надрываться. Лев, не давайте себе грустить и вспоминать печальные моменты прошлого. Это не так трудно, как кажется. Дева, поднимите себе настроение кулинарными изысками. Но не теряйте чувства меры. Весы, сейчас самое время распланировать программу оздоровления. Чему отдать предпочтение, решайте сами. Скорпион, для подвигов на ниве физического труда период не лучший. Потрудитесь пока интеллектуально. Стрелец, закаливание. Это не ваше. Сейчас вашему организму, напротив, больше пойдет на пользу тепло. Козирог, не держите в себе негативные эмоции. Постоянный самоконтроль может серьезно навредить. Водолей, следите за уровнем сахара в крови. Не стоит злоупотреблять жирным и сладким. Рыбы, излишние переживания могут вызвать сильные головные боли. Постарайтесь сохранять хладнокровие. Черноплодная рябина – вкусная и полезная ягода. Она способствует общему укреплению организма, усилению его защитных механизмов, нормализации работы эндокринной системы, например, такого необходимого нам йода в ягодах черноплодки в 4 раза больше, чем в малине и землянике. Чтобы полезные свойства этой рябины стали надежным помощником нашему здоровью, ягоду нужно правильно собрать и обработать. Стрежьте кисти ножницами, развесьте на проволоке в прохладном и темном месте. Сушеные плоды не менее полезны, если высушены на солнце либо в специальных сушилках при температуре до 70 градусов Цельсия. А вот замораживать черноплодную рябину не советуют, поскольку ее свойства при замораживании и оттаивании частично теряются. Партнер программы «Будьте здоровы» Аптека.ру – ваш гид в мире лекарств. Где заказать лекарств? Мам, в Аптека.ру! Аптека.ру – всегда удобный заказ медикаментов. Присоединяйтесь к нашим группам в популярных социальных сетях, пишите вопросы и пожелания, предлагайте темы для беседы. Выпуски наших программ доступны на Ютуб, на официальной странице телеканала «Тюменское время». До встречи в следующую субботу. С вами была Елена Бондаренко. Будьте здоровы! Субботу.